Всем привет! Сегодня у нас будут новости в Турции. Сразу скажу, кого интересует тема карантина, что здесь по условиям подобным, содержание нашим, будут ли закрываться границы и все прочее. Об этом будет сказано буквально сегодня на выступлении министра здравоохранения, мы ждем заявления, поэтому в ближайшие дни либо я сделаю как бы пост у себя на страничке в YouTube в сообществе, или публикацию, если немного информации, если очень много каких-то изменений, я, наверное, сниму ближайшие прям книги через пару-тройку дней, выпущу видео, в котором об этом подробнее расскажу. Можете, кстати, к этой теме задавать свои вопросы, оставлять их в комментариях под вот этим видео, я это учту в следующем видео о новостях. О чем сейчас говорят в Турции, что происходит? Ну раз начали о ковиде, давайте эту тему разовьем, потому что, к сожалению, тема надоевшая за этот год, тяжелая, но она, к сожалению, до сих пор актуальная. Про школы и детей. Дети в школы у нас ходят, но все по-разному. В среднем это примерно один-два раза в неделю, детей разводят, например, сначала в младшая школа идет, потом в средние классы, например, среда, там четверг, в общем, да, берем, старшеклассники, например, в другой какой-то день идут, делают тесты, и вот буквально на днях в новостях видела о том, что район Зайдинбурну, это в Стамбуле, где раньше был от Турка аэропорт прям рядышком за ним, в этом районе в государственной обычной школе сделали тестирование, и у преподавателя был положительный ковид-тест, только родители обрадовались, что вот среднюю школу вводят потихоньку, и начали вводить детей в школу, у одного учителя нашли ковид подтвержденный, ну, без симптомов, он там не болеет, ничего, просто тест показал, и всю школу на две недели на карантин закрыли, то есть именно детей в школу, родители не вводят, все сидят дома, отслеживают свое здоровье, будут, если что, сообщать, как в их состоянии, то есть в плане образования заведения и все, что связано с детьми, подростками, это очень все, скажем так, под присмотром, да, находится к этому внимательно, относится. Да, заболевших много, и сейчас такие показатели, что то же самое, когда мы сидели на карантине весной дома, и, честно говоря, лично у меня в голове небольшие, скажем так, нотки разочарования, обиды за то, что, по сути, мы, ну, отвратительно, скажем тогда, сидели на карантине, было тяжело, сейчас все то же самое по статистике, но мы не сидим дома, это хорошо, это плюс, то есть, как бы, а зачем мы сидели, собственно, у меня в голове, да, возникают вопросы, зачем мы на это тратили время, там, страдали, в общем. Я понимаю, что, может, кому-то от этого помогу, но в итоге, как выходит, да, все должны переболеть этой заразой, и к этому все идет. По поводу прилетов, самолетов и всего прочего, вот на данный момент, кто знает что-то больше, пишите в комментариях, чем я владею, какой информацией, по прилету в Турцию, просто маска всегда в самолете и в аэропорту, здесь везде, в общем, маски, да, всегда носят, и замеряют температуру, если нужно, там, что-то, проблемы какие-то делают, тесты в аэропорту, если какие-то подозрения на заболевания какие-то есть, да, ну, я имею в виду симптом ОРЗ, там, температуры, температуру вообще не пустят, естественно. В общем, если какие-то подозрения, то могут отправить на тестирование. Если подтверждаются тестом ковида, то забирают в резерватор, как это назвать бы, да, временного содержания, на карантин, короче говоря. Сейчас, не знаю, информации не слышала, не видела, вроде бы, если ты иностранец, это за свой счет должно быть, это оплачивается, как, там, пребывание, типа, в гостинице. Вот сегодня это все поменяется, будет выступление, об этом послушаем, я, если будет новая информация, кому нужно, я скажу. Вообще, отношение людей насторожено, очень много жертв, и, к сожалению, вирус именно в Турции, да, стал сильнее, если раньше, опять же, статистика из новостей, если раньше в первой волне весной люди умирали, кто были не готовы, либо с заболеванием, не готовы, в плане, не лечились, да, в среднем организм утухал за 2 недели. Сейчас же, если человек, сопутствующие какие-то заболевания, да, и либо, там, он не справляется, в общем-то, организм с болезнью, слабый организм, то вирус стал более агрессивным, и, к сожалению, летальный исход у таких людей уже быстрее в 2 раза, в течение недели люди погибают, если есть какие-то проблемы, сопутствующие какие-то заболевания. То есть вирус стал, вот здесь, по крайней мере, в Турции о чем-то говорят, медики, в Тиблизере, всю эту историю обсуждают, стал более агрессивным. Далее, очень много людей вокруг болеет, просто каждый второй, и лично в моем, скажем так, кругу общения у мужа по работе у секретаря уже повторное заражение, она уже второй раз болеет ковидом, и как бы, и даже она подозревает третий, первый раз, когда только начиналась волна, у нее не было тестов, но симптомы были такие же, она переболела дома, тяжело, выше там начала работать, потом мы все сели на карантин, она в карантин заболела, уже официально с тестом в больнице, все-все-все-все-все-все-все, и вот на днях она опять заболела в третий раз. Ну, как минимум, вторичка у нее уже есть, а может быть, даже и третий раз, когда она сама это предполагает и подозревает. То есть, посмотрим. Состояние, в принципе, у нее такое же, как она болела в первые два раза, практически не отличается, практически у нее то же самое. Вот, такая женщина-счастливец, но это же про антитела история, так что напрягает, короче, да, эта ситуация, то есть, если ты переболела, у тебя есть антитела, например, то не факт, что ты не заболеешь снова. И вообще, про статистику, здесь, в Стамбуле, конечно, такая жесткая ситуация, здесь больше людей проживает, и туристы приезжают, и вот в данный момент вообще говорится о том, что мы в ближайшую неделю, в ближайшие дни подходим к порогу того, чтобы по численности людей переболела в 50%, и, в принципе, в Стамбуле, если в 50%, когда мы перевалим перевалевших, либо людей с антителами, кто, короче, вирус перенес, то, по крайней мере, вирус начнет ослабевать, он будет сокращаться, он меньше будет вторички, кто по второму разу заболел, да, и вирус начнет ослабевать, если ни с чем-то не смешается, ничего такого курс-мажорного не произойдется, то здесь вот эта ситуация с новыми заболевшими пойдет на спад. Так что мы сейчас, по сути, короче говоря, вот этот пик второй волны, в ближайшую-ближайшую неделю где-то в Стамбуле именно происходит здесь в Путице. Будем надеяться. Пока что все работает, не закрывается, это очень радует, потому что социальной жизни хочется, мы все ходим в масках, это все соблюдается. Я думаю, для вас никого не новость, что неделю назад в Франции был, скажем так, теракт, как они это называют, учителя обезглавил исламистский студент, 18-летний чеченец из Москвы, который был во Франции, вообще жил как беженец, да, уже очень много лет со своими родителями приехал туда. Я ни в коем случае не оправдываю убийство человека, это невозможно оправдать, это неправильно, и по любой религии это невозможно. Просто нельзя оправдать вообще, как-то об этом говорить. Но здесь в Турции, это большая новость последних дней, корона отходит на второй план, резонанс слова заявления Макрона как президента страны, о его борьбе с терроризмом, что это расценивают как террористический акт, потому что они и посадили, так же дали уже вроде сроки, и взяли под следствием несколько людей, которые писали в комментариях к посту этого террориста, парня, который обезглавил, сделал пост. Они написали, типа, так ему надо возмездие от Аллаха этих людей, и парня, и девушку вроде молодых, там по 20 лет их арестовали, и кому-то уже вроде бы даже вынесли, скажем так, наказание. Но к чему я веду, что здесь в Турции? То есть по сути, и хочу немножко свою личную оценку дать этой ситуации, здесь естественно все, не за, никто не оправдывает убийство человека, но и здесь естественно не продерживают карикатуры на пророка Мухаммеда. Это олмаз, короче, это невозможно вообще, об этом нельзя даже говорить, это понятно, это их вера, люди в это верят, это оскорбление их религии. Но, скажем так, Макрон сказал, что будем наоборот публиковать эти, будем бороться с терроризмом так, что мы будем публиковать это, мы за свободу слова, это свобода слова высказывания. Но здесь двояко как бы, да, при этом оскорбляются чувства верующих других людей, вот мы с вами, да, их немало во всем мире. И лично я в этих словах вижу, как политика, да, он должен скосить каким-то образом накал страстей, а мы знаем прекрасно, что многие террористы, пособники именно не прикрываются религии. И это просто красная тряпка для блока, чтобы творить террористические акты, атаковать Францию. То есть это будет жертва людей, и я вот к этому, да, в основном отношусь, меня это очень пугает. Мне кажется, лично моя оценка, что поведение президента неправильное в этой ситуации. Да, с этим бороться надо за свободу слова, но немножко другими мерами. Не именно провоцировать тоже людей на агрессию, я считаю, это провокация, это не очень правильный ход. То есть надо предугадать, скажем так, события, которые могут повлечь за собой еще больше проблем, вот я к чему веду, да. То есть он ставит под удар жителей своей страны, бороясь за какую-то правду, свободу слова. Стоит ли это таких жертв, которые могут быть в будущем. Но тоже правильно, тоже спускать рук такое, тоже нельзя. А это все к вопросу правильной политики. И вот, то есть, по сути, он в своих заявлениях сказал о том, что, как бы, он объявляет, скажем так, войну, борьбу за свободу слова и борьбу с терроризмом. Соответственно, там перемешивается религия. Здесь выступает президент официально в Турции Эдуан и говорит о том, что, а, я призываю, я понимаю, да, терроризм это плохо, но я призываю, в свою очередь, с нападки на нашу религию и неуважение нас, бойкотировать французские марки, бренды, то есть, скажем так, вводим бойкот на продукцию Франции, чтобы они хотя бы пострадали экономически и финансово. То есть прекращаем, блокадуем делаем, делаем и объявляем им бойкот. Что это значит? Что сейчас турки, а турки вообще, поверьте, если им сказали, вот так, они это сделают, они очень принципиальные. В Турции уже давно это практикуется, бойкотировать именно финансово, это политика отказа, да. Очень многие марки, особенно машин, люди перестали покупать за несколько дней, там, Ситроэн, Фиатры, ну, да, какие-то марки французские, я сейчас так вспомню. И буквально после этого заявления на следующий день я была в магазине Кархур, насколько я знаю, что французская тоже сеть, как и Ашан, у нас в России. И здесь в Кархуре была я, парочка пенсионеров турецких, может быть, которые там, ну, они прям очень дряхлые дедушки с бабушками, они как бы пошли в ближайший магазин, но молодых, работа спасла, и иностранцы какие-то арабы были, чуть-чуть. То есть в магазине во время вот этого, в это время, когда я всегда прихожу, на 70-80% покупателей нет, осталось 20-30-25% покупателей. Пустой магазин, на кассах все свободно, один кассир вышел, не ряд, это большой Кархур, огромный Кархур супер, есть же Гурме, там, мини-Кархур, это супер большой Кархур, работала одна-единственная касса. То есть, если ты пришел покупать, а там больше, мне кажется, кассу не откроют, чисто как вот ставить, даже сами сотрудники в Кархуре, такое вот. Но в Кархуре и Гурме таких проблем нет, иностранцев там у нас больше было, там такой ситуации не чувствуется, где больше турок живет, не иностранцы, потому что здесь много иностранцев, там такая ситуация была. То есть люди реально бойкотируют платежеспособного среднего населения по возрасту и по классу в магазине в тот момент вообще ни одного человека, вот я к чему. Вот такой здесь бойкот, люди очень осторожно к этому относятся, смотрят новости, так что здесь две сейчас важные темы. Это закроют ли нас на карантин, и собственно ситуация с Францией бойкотирования Макрона, ситуация неоднозначная, можно об этом очень много спорить, и я понимаю и ту сторону, и эту тоже я понимаю. И вообще это, честно сказать, на мой взгляд, проблема новой этики, когда об этом и вот этом шутить нельзя, да, у нас Black Lives Matter, а в других странах почему-то можно смеяться и уничижать карикатуры религиозные, которые оскорбляют чувства верующих других людей. И причем просто для меня лично апогей, да, когда 10 лет фактически назад был бы огромный теракт, просто умерли люди за те же самые карикатуры, то есть как бы опыт уже показывает, что, наверное, как-то надо себя по-другому вести в подобных ситуациях, то есть на опыте своем Франция, к сожалению, не учится. Но я никого не осуждаю, каждый правильно решает, как себя сделать, я думаю, что президент Макрон покажет себя как хорошего руководителя и менеджера, и покажет, как правильно надо выходить в подобных ситуациях. В Сибири, в Новосибирске, в России, 29 октября, первый полет Anur Air открывает прямые перелеты, Новосибирск-Стамбул, вроде бы как на постоянной основе, но посмотрим, это из-за пандемии карантина, это чартерные рейсы, они уже есть 10 сентября, Новосибирск-Анталия прямые, их, то есть, возобновляют, да, Новосибирск-Стамбул очень долго, 3 года или 4, даже не было полетов, вот они есть, вылеты четверг и воскресенье, и что хочу отметить, что билеты гораздо дешевле, чем лететь через Аэрофлот, так что все, кто планировал из Бортнаула, Новосибирска, там, Красноярска лететь, девчонки, снова прямые перелеты есть, заходите на Anur Air, я уже все билеты посмотрела, все там, можно покупать дополнительный багаж, оплачивать, все прекрасно, так что, всем удачи, всех ждут в гости в Стамбуле приезжайте, пока у нас открыты границы, но честно, я думаю, навряд ли будут что-то закрывать, потому что экономически уже идут по счету, это очень невыгодно, и уж лучше пересидеть, как-то переждать, но без закрытия границ, и карантина всяких, это слишком убыточно, люди на это сейчас, просто население не готово. До ваших комментариев, задавайте вопросы, нужно ли снять отдельное видео, которое у нас будет по ситуации пандемии, карантина сегодня объявлено, нужно ли об этом подробно рассказывать, жду ваших комментариев, спасибо за внимание, всем пока.